Добрый день, Владимир Константинович. Добрый день. Мы продолжаем рубрику «Советы от Владимира Тарасова». Совет такой. Не строй догадки и предположения, когда можно просто спросить. Просто спроси. Это, в общем, более-менее юношеская болезнь, когда можно спросить, а вместо того, чтобы спросить, человек хочет сам себе продемонстрировать, что он очень догадливый, что он может и так догадаться, что им могут ответить. И так далее. Это нужно быть скромнее. То есть, если вам можно спросить, спроси. Не говори. Да нет, они ни за что там не согласятся. Нечего и спрашивать. Да он ничего не знает. И так далее. Мало ли, вдруг ошибка. Если можно спросить, это ни к чему не приведет к плохому, никакого риска. Просто спроси у человека. Вот и все. В моей книге приводится пример, который я повторю. Вряд ли кто-то его помнит, даже из тех, кто читал. А некоторые помнят про булочки. Это американская история. Значит, что супруги там прожили 30 лет вместе. И вот, чтобы как-то отметить это дело, они покупали всегда булочку в одной булочной, где был верх и низ. И все время брал себе низ муж, давая жене верх. Ну, как бы, верх интереснее у улочки. Когда было 30-летие, и жена взяла и взяла низ. Он говорит, как мне приятно, что ты вот обо мне позаботилась. Дала ему верх. Она говорит, я о себе позаботилась. Я все время тебе уступала низ, 30-летие дай, думаю, возьму себе верх. То есть, ни один из них не спрашивал, кто чего любит. Просто, судя по себе, один любил, другой любил это. Но иногда надо спросить человека. Или ошибка какая бывает стандартная. Молодой человек, ухаживая за девушкой, подарил ей, ну, допустим, гвоздику. Девушка сказала, ах, как я люблю гвоздики. Всю оставшую жизнь он дарит ей только гвоздики. Хотя она сказала, это изверженность. И вообще-то она любит, не знаю, что там, розы, фиалки, что-то другое любит. Но один раз похвалив, можно получить на всю оставшуюся жизнь именно это, если человек не умеет спросить. Есть же анекдот на эту тему, когда лев или медведь записывал зайц в очередь, когда будет есть, кушать их на завтрак, на обед, на ужин. И звери, так сказать, говорили, как говорил им прийти, и они, значит, обещали прийти, приходили, он и кушал. А зайц спросил, а можно не приходить? Он говорит, можно, я тебя вычеркиваю. И пошел дальше. Вот. То есть зайц спросил, и его вычеркнули, и не съели. Вот это надо помнить. Есть возможность спросить, спрашивай. А не спрашивают по какой причине? Потому что сами перед собой видят себя, как человек очень догадливый, которому не надо спрашивать, он и так догадается. Нет, может быть, промашка. Может быть, промашка. В принципе, догадываться можно про другого человека, не говоря даже о деловом партнере, о любом человеке, сколько угодно. И вопросов можно задавать, сколько угодно. То есть вся жизнь пройдет в вопросах. У меня сразу мелькнуло огромное количество вопросов. Все-таки что тут надо предполагать-то тоже, или как с этим разобраться? Когда надо спрашивать? Когда дело для тебя, ну, сколько-то важное, важное дело, и твое предположение, оно таково, что ты рисуешь себе результат для себя невыгодный. Вот что спрашивать там? Он не согласится. Вдруг взял и согласился. У меня был случай такой с одним предпринимателем. Значит, он говорит, вот где мне взять деньги, где взять деньги, там вот я, мой поставщик там, иностранный, он мне поставляет, я не хочу его терять, но я не могу сделать заказы, мне банк не дает кредита. Я говорю, так возьмите у него товарный кредит у своего поставщика на ту же сумму, там, несколько миллионов долларов. Возьмите товарный, а он мне не даст. Я говорю, а вы спросите у него, а вдруг даст? Он спросил, Владимир, значит, он дал, все в порядке. Вот и все. Он спросил, тот дал, потому что он не хочет покупать своего постоянного покупателя. В России там кризисное положение с деньгами, да. дал товарный кредит. А он не спрашивал, потому что был уверен, что тот откажет. И простой совет ему помог. Итак, я акцентирую внимание на том, когда вы предполагаете себе, ну, скажем так, несколько печальную для вас вероятность хода событий, а если спросите, что есть шанс, что вы получите положительный ответ, всегда надо спрашивать. Если за этим вопросом никакого риска не стоит. Спасибо. Спасибо. Спасибо.